Друзья, добрый день! Сегодня в нашем видеообзоре кроссовер-купе Havail F7X. На видео автомобиль в комплектации Tech Plus с бензиновым мотором объемом 2 литра турбо, с полным приводом и с роботизированной коробкой передач. Цвет автомобиля – синий металлик. На автомобиле установлен пластиковый обвес черного цвета по периметру кузова. Колесные арки декорированы черными пластиковыми накладками. Диски литые, 19-дюймовые, с шинами размерностью 225х55, задние тормоза дисковые. В заднем бампере расположен парктроник. Камера заднего вида расположена над задним номером. Рейлинги окрашены в серебристый цвет. Автомобиль оснащен люком. Боковые зеркала и ручки дверей окрашены в цвет кузова. Брелок ключа с четырьмя кнопками. Автомобиль оснащен системой без ключевого доступа. Заглянем внутрь. Посмотрим на карту передней двери и водительское место. Автомобиль оснащен трехцветным салоном. Предусмотрено сочетание черного, бежевого и синего цветов. Рулевое колесо многофункциональное с кожаной отделкой. Обивка сидений выполнена из перфорированной кожи. Водительское сиденье оснащено электрическими регулировками. С помощью электроприводов сиденье можно двигать вперед и назад, поднимать или опускать и регулировать наклон спинки. Сиденье оснащено электрорегулировкой поясничного подпора в двух направлениях. Память электропривода сиденья не предусмотрена. Включим зажигание автомобиля с помощью кнопки «Старт-Стоп». Автомобиль оснащен цифровой панелью приборов. Левый подрулевой переключатель отвечает за управление осветительными приборами. Предусмотрен автоматический режим. Включим габаритные огни, ближний свет и противотуманные фары. Указатели поворотов левой и правой. Помигаем дальним светом. Аварийная сигнализация. Выйдем из автомобиля и осмотрим автомобиль детально с включенными световыми приборами. Боковые зеркала с повторителями указателей поворотов. Снизу в боковых зеркалах расположены камеры системы кругового обзора. Автомобиль оснащен светодиодными фарами. Передние противотуманные фары светодиодные. В решетке радиатора находится камера переднего вида. В переднем бампере расположен парктроник. Задние стекла с заводской тонировкой. Клиренс автомобиля составляет 190 мм. Задние фонари светодиодные. Задняя противотуманка расположена посередине в заднем бампере. Возвращаемся в автомобиль. Кнопки управления центральным замком. В этом положении джойстика активируется система электроскладывания боковых зеркал. Регулировка боковых зеркал осуществляется с помощью этого джойстика. Возвращаемся к тому же джойстика активируется значительным замком. Блок управления передними и задними электростеклоподъемниками. Все стеклоподъемники с доводчиками. Регулировка яркости панели приборов. Регулировка корректора фар. Кнопка включения системы управления дальним светом. Кнопка включения системы помощи при движении по склону. Правый подрулевой переключатель отвечает за управление передними дворниками. Предусмотрен автоматический режим. Кнопки справа на руле отвечают за выбор информации, выводимой на панель приборов. На дисплей можно вывести информацию маршрутного компьютера, информацию о давлении в шинах и данные мультимедийной системы или телефона. Кнопки справа на руле отвечают за управление круиз-контролем. Автомобиль оснащен адаптивным круиз-контролем с функцией движения на малых скоростях. Кнопка включения электрообогрева руля. Дефлекторы системы вентиляции расположены посередине в передней панели. В автомобиле установлена мультимедийная система с цветным сенсорным дисплеем размерностью 12,3 дюйма. В составе акустической системы 8 динамиков. Встроенная навигационная система не предусмотрена. Мультимедийная система поддерживает радио в диапазонах FM и AM. Мультимедийная система поддерживает Bluetooth-аудио и присоединение внешних устройств через USB-разъемы. Мультимедийная система поддерживает hands-free. Это позволяет говорить и управлять телефоном без помощи рук. Мультимедийная система поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Это дает возможность подключить к автомобилю смартфон и вывести на дисплей сертифицированные приложения. Кнопки на руле дублируют управление аудиосистемой. Доступна регулировка громкости, выбор радиостанций или треков и управление мобильным телефоном. В меню можно осуществлять настройку автомобиля. Автомобиль оснащен системой выбора режима рулевого управления. Предусмотрено три режима – легкий, комфорт или спорт. Автомобиль оснащен системой распознавания пешеходов. Автомобиль оснащен системой предупреждения о возможном столкновении при движении вперед. Автомобиль оснащен системой предупреждения о выходе из полосы движения с функциями возврата в полосу и удержания в центре полосы. Автомобиль оснащен системой мониторинга слепых зон. Индикация системы расположена в уголках дверей. Автомобиль оснащен системой распознавания дорожных знаков. Климат-контроль двухзонный. Регулировка интенсивности обдува. Регулировка температуры с водительской стороны. Регулировка температуры. Регулировка температуры с пассажирской стороны. Кнопка синхронизации передних зон климат-контроля. Выбор направления обдува. Кнопка переключения рециркуляции воздуха. Кнопка АС отвечает за включение кондиционера. Кнопка включения электрообогрева лобового стекла. Кнопка включения электрообогрева заднего стекла и боковых зеркал. Передние сиденья оснащены подогревом. Подогрев трехрежимный. Водительское кресло оснащено вентиляцией. Вентиляция трехрежимная. Кнопка отключения системы стабилизации. Кнопка включения экономичного режима движения автомобиля. Автомобиль оснащен системой переключения режимов движения. Водитель может переключаться между режимами песок, стандарт, спорт, снег или грязь. Выбранный режим движения отображается на панели приборов. Автомобиль оснащен системой кругового обзора. Изображение с камер выводится на центральный дисплей. Всего предусмотрено четыре камеры – спереди, сзади и по бокам. На дисплей можно вывести виртуальную проекцию автомобиля и пространство вокруг него. Кнопка активации меню систем безопасности. Потолок серого цвета. Водительский противосолнечный козырек с макияжным зеркалом с подсветкой. На потолке расположено освещение для водителя и пассажира. Шторка люка открывается вручную. Люк можно открыть в двух разных положениях. Люк можно приподнять. Люк можно сдвинуть назад. На потолке расположена кнопка системы Aero Glonass. Пассажирский противосолнечный козырек с макияжным зеркалом с подсветкой. Посмотрим на задний ряд сидений. Он оснащен двумя подголовниками. Центральный подлокотник с боксом. В боксе предусмотрена ниша под мелочевку. Крышка подлокотника регулируется по вылету. В центральном тоннеле предусмотрены подстаканники. В основании центральной консоли предусмотрена беспроводная зарядка. Бардачок без подсветки отделан пластиком. Под центральным тоннелем предусмотрены два USB-разъема и розетка на 12 вольт. Ручной тормоз электрический с функцией Auto Hold. Индикация ручника на панели приборов. Коробка передач роботизированная, 7-ступенчатая, с двумя сцеплениями мокрого типа. Управление осуществляется с помощью джойстика. Режим «Паркинг» включается отдельной кнопкой. В коробке передач предусмотрен ручной режим выбора передач с помощью подрулевых лепестков. Индикация выбранной передачи отображается на панели приборов. Теперь перейдем к осмотру заднего ряда сидений. Посмотрим на карту задней двери и на задний ряд. Оценим, как выглядит передняя приборная панель. Салон от багажника отделен шторкой. Заднее сиденье с центральным подлокотником. В нем расположены подстаканники. В спинках передних кресел предусмотрены карманы для вещей. Для пассажиров заднего ряда предусмотрены отдельные дефлекторы системы вентиляции. Задние сиденья оснащены двухрежимным подогревом. Снизу предусмотрен USB-разъем. Задние стеклоподъемники электрические. Стекло при открытии опускается полностью. На потолке над дверью находятся освещение и ручка с крючком. Теперь перейдем к осмотру багажника. Объем багажника составляет 329 литров. Боковины и пол багажника отделаны ворсом. В оснащении багажника предусмотрены крючки для грузов и подсветка. Под полом в багажнике расположено запасное колесо с набором инструментов. Для сложения спинки заднего сиденья необходимо потянуть за петлю. Сиденья второго ряда складываются в соотношении 60 на 40. Задние сиденья складываются без ступеньки. При сложенных сиденьях объем багажника составляет 1443 литра. Для закрытия багажника предусмотрена ручка. Лючок бензобака открывается снаружи автомобиля. Объем топливного бака составляет 56 литров. Теперь заглянем под капот, который открывается с помощью этого рычага. Капот фиксируется с помощью двух пневмоупоров. Крышка капота отделана шумоизоляцией. Двигатель турбированный, бензиновый, четырехцилиндровый, объемом 2 литра, с отдачей 190 л.с. Мы с вами осмотрели кроссовер-купе Havail F7X в комплектации Tech Plus с бензиновым мотором объемом 2 литра турбо, с полным приводом и с роботизированной коробкой передач. Актуальную прайсовую цену на аналогичный автомобиль вы можете посмотреть в каталоге DROM. Ссылка в описании к видеоролику. Благодарим за помощь в съемках дилерский центр Havail Авторусь Лосиный остров. Автомобили в наличии вы можете посмотреть по ссылке в описании к видеоролику. Друзья, ну вот наше видео и подходит к концу. Не забывайте ставить лайки и писать в комментариях, понравилась ли вам машина и какие еще автомобили вы хотели бы увидеть на обзоре. И самое главное, подписывайтесь на канал DROM. До скорых встреч! Продолжение следует...